А вы знаете, что 19 апреля отмечают Международный день велосипедистов? Празднуют его как профессиональные спортсмены, так и просто любители покататься на двухколесном транспорте. А история велосипеда начинается еще около двух столетий назад. Первая конструкция не предполагала педалей. Это была машина для ходьбы, два колеса, сидение и руль. Для езды на ней необходимо было перебирать ногами по земле. К середине 19 века стали появляться велосипеды, более похожие на современные, но с большими передними колесами, что делало транспорт довольно опасным. Долгое время конструкции изготавливали из дерева, позже стали делать из металла. А в начале 20 века появились велосипеды, которые мы все привыкли видеть. История велоспорта берет свое начало в Европе. Первые гонки были проведены еще в середине 19 века в парижском парке Сен-Клод. Велоспорт популярен и по сей день. Его любят как взрослые, так и дети. Потому что я могу разогнаться на нем даже быстрее, чем на лыжах. Ветер в лицо дует. Прям едешь и так свежо, хорошо. И скорость... Ну, просто нравится мне скорость. Не секрет, что катание на велосипеде полезно. Тренировки улучшают работы легких, сердце, укрепляют иммунитет и мышцы, развивают выносливость и благоприятно влияют на сон. А также повышается настроение и вырабатывается гормон счастья. Профессиональный спортсмен, тренер и организатор соревнований «Коломенские овраги» Евгений Коломен как никто влюблен в этот вид спорта. Вот приехал сюда. Круг как дал километров 10 здесь. Вот есть круг 10 километров здесь у нас. Просто вот не повторяясь. То есть ты уехал из точки в точку и вернулся через 10 километров. Можно даже больше. То есть вот это вообще прекрасно. Евгений является одним из создателей велотрассы, расположенной в лесу по дороге в деревню Маришкино. Покататься на этой трассе может любой желающий. От самых маленьких детей до взрослых. Подходящая тропинка найдется каждому. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь никак в городе. Сюда заходишь и здесь все по-другому. Здесь свой мир. Все по-другому. Все по-другому. Есть у нас лавочки. Я приведу специальные лавочки, подготовленные лесниками, на которых ты можешь остановиться, попить чайку, съесть печенку, булочку съесть и поехать уже дальше непосредственно. То есть очень интересно. Здесь интересные маршруты. И вот именно это, именно это и дает людям настроение, положительные эмоции. Правда, что перед гонкой нельзя никому давать кататься на своем велосипеде? Да, наверное, да. Но я, честно говоря, особо не участвую в велогонках, именно в соревнованиях. Поэтому я даю свой велосипед именно на соревнованиях. Есть еще приметы, что никому нельзя давать свой шлем, иначе будет падение? Да нет. Все ребята мастеровиты. Приезжают на соревнования, крутят вокруг своей оси, там сальто делают. Поэтому я думаю, что шлем, не шлем. Я думаю, если у ребят достаточно опыта, мастерства им не принципиально. Дорогие друзья, занимайтесь побольше велоспортом. Приезжайте в лес, катайтесь, получайте огромное удовольствие, чтобы у вас переполняли эмоции, и все у вас будет в этой жизни хорошо. Побольше занимайтесь собой, побольше активности, и все у вас получится. Всем ЗОЖ! Карина Леднева, Евгений Стародубов. Новости Искра ВЕКТ.